Привет, привет, мои хорошие. Разговариваю шепотом. Еле как усыпила обоих сразу. Сынули, дала соску. Он первый раз взял соску заснул. Не знаю, может меняется. Дочка наконец-то нормально взяла грудь. Она берет грудь, но, знаете, берет, отпускает, берет, отпускает. Вот сейчас уснули. Ну, она у меня беспокойно спит. Да еще и соседи шумят. И птенчики. Собираюсь сегодня пойти посылку с вещами отправить в Турцию. Привет, привет, мои хорошие. Холодно, у нас минус один, представляете? Я сперва вышла, а потом посмотрела температуру. Но я пока не мерзну. Зашла в Глорию Джинс. Оказывается, там есть неплохой ассортимент детской одежды. До этого я не обращала внимания. Люди там, ну, много народу ищут подарочки на Новый год деточкам. Я ничего не купила. Я дала себе установку, что здесь уже больше детям ничего не покупая из одежды, так как собираемся все-таки лететь в Турцию домой. И буду покупать все там. Сделала вывод, что все-таки в Глории Джинс качество одежды лучше, чем в детском мире. Сейчас я пришла вот к детскому миру. У меня, как всегда, был интернет-заказ. Подгузники. И заодно посмотрю, может, еще что-нибудь приобрету. Но одежды точно нет. Дала себе установку не брать. А сейчас мы посмотрим, что у нас творится в детском мире перед Новым годом. Игрушки. Я не обращала до сих пор внимания на мягкие игрушки. Цена указана на товаре. Посмотрим. 479 рублей. Ну, в принципе, немного. Так. 1200 рублей. Приятная такая собачка. Зайка. Зайка, Зайка, Зайка. 2,499. Почему-то Зайка дороговато. Ну, он и по качеству видно получше. Идем дальше. Так, вот, вообще, на... Меня интересует, в основном, одежда. Сейчас посмотрим, что у нас новенького появилось. Ряды стали пошире. Они здесь сделали перестановочку. Это хорошо, потому что очень неудобно было пробираться сквозь узкие ряды. Вот такой комбинезончик есть у моей дочи, но она из него уже выросла. Уууу, сколько всего, посмотрите. Завал. Но я не вижу в детских рядах за одеждой никого. Цены даже не знаю, с чего начать. Давайте посмотрим вот такую вот водолазочку. Кстати, в детском мире очень много одежды, оказывается, китайского производства. 500 рублей. Производство сейчас не скажу вам, что. Но то, что я смотрела, все, что здесь покупала, много вещей, оказывается, было made in China. Но не мешает. Мы их поносили. Неплохие вещи были. Чистый хлопок. 299 рублей. Это скидка на комбинезончик. Все-таки для меня вот пока самая удобная одежда, которую я одеваю на детей, это вот такие вот пижамы-комбинезоны. Все, что нужно одевать через голову, мой сын вообще сопротивляется. На дочку даже и не пытаюсь. 1500 снова вот такой вот комбинезон. Он 700 рублей, по-моему, был. 1500 рублей вот. Костюмчик. Хороший, кстати, костюмчик. Ну, конечно, это с синтетиком. Такс. О! Дедушка Мороз. Нет, Санта-Клаус. Санта-Клаус. 999 рублей. 1200. Вот такой приятный очень на ощупь. Такс, 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 такс. Мне нужен ксерокс, а как назло не могу найти. Перед отъездом нужно все документы свои терять и оставить здесь на всякий случай. 600 рублей. Со скидкой был 1200. Что у нас здесь? 399 рублей. Я такой брала с ленишки, вернула, не помню почему. Забыла уже. О, 1200 вот хороший. 1200 рублей, но так быстро они вырастают из всего этого. Это на выход. Дома по такому не походишь. Жарко дома в таком. Ой, мой мужчина, или вот точно такой же. Так, секунду. Чепчики. У нас такие же чепчики, несколько штук. Очень удобные. Стирая, одевая, ничего с ними не становится. 99 рублей, но я брала, по-моему, дешевле с акцией, не помню уже. Такс. Этот он сейчас 209. Ну, в принципе, он и был 299 рублей. Прямо руки чешутся что-нибудь купить, честно говоря. Очень сложно зайти в детский магазин и ничего не купить. 499 рублей, вот эти две будут, 2 будет 399 рублей, такие же. Вот, это для совсем манюсеньких. 499 рублей. Такая штука. Ну, такие вещи чисто на выходы для фотосессий. Ой, цвет, конечно, мерзопакостный. Ну, по крайней мере, для меня. Так, пойдем посмотрим детское питание. Если наша смесь будет со скидкой, возьму ее. Кстати, мне еще нужны соски. Хочу взять соску. Ну, только нуковскую. В интернете смотрела, в наличии именно в этом детском мире нет ее. Ну-ка, доктор Браун, может быть, 06. Может быть, и эту возьму, в принципе. Она с колпачком, что очень удобно. Кстати, ой, и цена очень хорошая, 235 рублей. Да, вот эту возьму. Сейчас посмотрю повнимательнее. Привет, привет, всем. Зуля прихорашивается. Мы с Зулей в почтовом отделении. Я, наконец-то, отправила... Отправляю, точнее, ждем еще в очереди вещи свои в Турцию с помощью нашей российской почты. Почта России. Почта России, да-да-да. Да-да-да. Незаменимая почта России. Заполнили кучу бланков. Точнее, Зуля за меня заполняла, потому что я в этом не бум-бум. Я даже фамилию своей буквы умудрилась пропустить. Вот такая я сейчас внимательная. Зулечка постриглась, как видите. Да. И как она? Кстати, у нас с тобой даже цвет волос сейчас почти одинаковый. Но у меня чуть светлее. Да, чуть светлее получилось. Вот, так что скоро я улетаю. Это информация для тех, кто ждал, 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 ждал. Скоро. Скоро. Билеты уже куплены. Лететь будем, иншаллах, через Грозный. Вот. Через Махачкалу криц будет, по-моему, с 23 или 24 ноября, говорю, января. А с Грозного уже, в принципе, есть лезь. Так что вот так вот, такие новости на сегодняшний день. Зулечка, чем хочешь сказать? Хочу сказать, как я скучала по почте России. Зуля работала раньше на почте России. 8 лет, целых 8 лет проработала на почте России, а сегодня она сама вела как безобразный клиент, возмущенная, жалуюсь на все, все мне не так, все мне не так, но в итоге все нормально. Кстати, на почте России мы с ней познакомились. Все, да? Все, мы идем, мы идем. Ну, давай. Расскажем что-нибудь. У нас утро, 9 утра. Проснулись. Проснулись, подмылись. Глицеринчик приняли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. По-тигусочки тоже делаем. Вот, мама, еще крови, вот, 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 вот. Доча спит. Ммм, солнышко мое, расскажешь, что видел во сне? А, сынуля? Кстати, по поводу подгузников, хаггис и лицов поменяла на памперс премиум-кар. Премиум-кар. Это еще за мой английский начнет говорить. И знаете, памперс намного лучше. У хаггиса, я заметила, у хаггиса одна была преимущественность, которая, преимущество одно было, которое мне очень нравилось. Кожа ребенка оставалась сухой, у памперса тоже самое, но у хаггиса, что мне не нравилось, влага не распределялась, не распределялась равномерно. У меня язык заплетается, потому что я проснулась, еще даже не умылась. Не распределялась равномерно, все собиралось спереди. И это очень неудобно, потому что подгузник надувался именно там, где у ребеночка писюнь. И, конечно, ему это было неприятно. А у памперса я этого не заметила, сегодня специально проследила за этим. Но это не значит, что они плохие. Качество все-таки у хаггиса хорошее, хаггиса лицов. Но единственное вот то, что влага собиралась и троечка нам не понравилась из-за запаха. Ты будешь что-нибудь говорить своим зрителям? Последние три-четыре ночи сынуля спит в люльке. Где-то с трех-четырех. Нет, где-то с двенадцати до шести, до девяти. Ну, можно сказать, ночь проводит в люльке. Да же, сынуля? Да, маминя? Мамина любовь? Ты, мамина любовь? Вчера опять мы их купали и, знаете, купание перед сном у нас как лотерея, как рулетка. Один день они спят вроде, но не так, чтобы уснули и все, и не просыпаются часами до утра. Нет. Вчера вообще не уснули после купания. Так что у нас по-разному. Да, да, да. Вот так, вот так, потягушечки. Сейчас лактобактерин мамы ему дам. Что ты там щебечишь? Все, закрывай, мои хорошие. Все, закрывай, мои хорошие. Субтитры сделал DimaTorzok